Рейд 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 на оперативной группе под руководством Мэтта Грейвера и Алехандра Гиллика – загадочного агента, движимого чувством личной мести. Их цель – захватить главаря группировки и добраться до его босса, неуловимого лидера картеля. Фильм не сглаживает суровые реалии нарковой войны – от ужасных находок, массовых захоронений, изуродованных тел, до напряженных перестрелок и засад на границе. Фильм затрагивает моральные дилеммы и этические компромиссы, с которыми сталкивается Кейт, когда понимает, что ее союзники играют не по правилам, что их методы в лучшем случае спорны, а в худшем – откровенно преступны. Кейт постоянно держит в неведении, манипулирует ей и использует как пешку. Режиссер Дэнни Вильнёв создает напряженную атмосферу благодаря грамотному использованию операторской работы, монтажа, музыки и звука. Потрясающие визуальные эффекты создал Роджер Диккенс, который передал разительный контраст между безжизненными пейзажами Мексики и городскими кварталами Техаса. В фильме используются длинные дубли, съемка с воздуха, ночное и тепловидение, что позволяет создать реалистичное и захватывающее изображение экшн-сцен. Сикарио – это фильм, который будет держать вас в напряжении, который заставит вас оценить мастерство и артистизм кинематографа. Совокупность лжи – шпионский триллер Ридли Скотта, в котором Леонардо Ди Каприо и Рассел Кроу играют агентов ЦРУ, борющихся с терроризмом. Ди Каприо в роли Роджера Ферриса, оперативника под прикрытием на передовой, работающего в разных уголках Ближнего Востока. А Кроу в роли Эда Хоффмана, его начальника, который контролирует и направляет его действия США. Основная задача героев – найти и поймать опасного лидера террористов Аль Салима. Фильм привлекает внимание сильной игрой двух главных актеров, которые умело исполняют роли и, естественно, общаются друг с другом. Это увлекательное и напряженное зрелище, сочетающее в себе экшн, драму и политику. Фильм не сторонится показать жестокую и сложную реальность шпионской работы, терроризма и культурных конфликтов без явного принятия позиций или чрезмерного упрощения. Феррис вынужден лгать, предавать и убивать, пытаясь не потерять свою человечность и симпатию к местной медсестре, что ставит его перед моральными выборами на службе ЦРУ. В совокупности лжи – это качественный и достойный фильм, который предоставляет зрителю захватывающий и заставляющий задуматься взгляд на мир современного шпионажа. Это не шедевр и не классика, но значительно лучше большинства фильмов жанра. Картер – южнокорейский боевик о человеке, который просыпается без памяти и с имплантом в голове. Он вынужден слушать команды таинственного голоса, который указывает ему, как поступать, и в то же время он становится мишенью для ЦРУ и северокорейских шпионов. За режиссуру фильма отвечает Чон Бён Гиль, известный своими оригинальными напряженными сценами. Фильм напоминает корейскую версию хардкора, в нем многие сцены сняты с крупных планов вокруг героя, почти вид из глаз и с использованием длинных дублей для создания эффекта присутствия. Он насыщен безумными трюками, погонями, перестрелками и взрывами, которые не дают расслабиться. Работа оператора поражает, но иногда вызывает головокружение и путаницу. Порой компьютерные эффекты хромаки выглядят не особо реалистично, но не сильно портят общее впечатление. Главная слабость фильма – его сюжет, который довольно банальный и очевидный, много заезженных и избитых мотивов, которые были использованы во многих других боевиках. Это фильм однозначно для ярых поклонников жанра, которые любят зрелищные и жестокие сцены, не обращая внимания на логику и смысл происходящего. Это фильм, который показывает новые возможности камеры и дронов в кино, но при этом многое заимствует у других. Если хотите увидеть нечто захватывающее, то Картер вам подходит. Чудовище. Жесткий, бескомпромиссный боевик из Италии с Фабрицио Джефуни в роли Ривы, бывшего солдата спецназа, страдающего от посттравматического стрессового расстройства, имеющего проблемы с семьей. Когда его дочь Терезу похищают преступники, он пробуждает в себе внутреннего зверя и отправляется на ее поиски, попадая при этом под подозрение полиции. Фильм показывает жестокость и насилие, которые сопровождают действия Ривы. Он неискусный и профессиональный боится как Джейсон Борн или Джон Уик, а отчаянный и безжалостный человек, который готов буквально на все, чтобы спасти свою дочь. Он использует любые средства, от молотка до кусачек и без сожаления убивает или калечит всех, кто встает ему на пути. В фильме также затрагиваются психологические аспекты личности героя в моменты, когда он сталкивается с травмой, чувством вины или гневом. Чудовище – это мрачный реалистичный боевик, который не отпустит вас до финала, поскольку вы будете переживать за Риву, стремящегося к справедливости и искуплению. Безжалости В фильме, основанном на романе Тома Кленси, Майкл Б. Джордан играет роль Джона Келли, бывшего морского котика, желающего отомстить за убийство своей жены русскими агентами. В ходе расследования он выявляет заговор, который угрожает развязать войну между США и Россией, и объединяется со своим другом и агентом ЦРУ, чтобы его остановить. Фильм является откровенным и ностальгическим возвращением к боевикам 90-х, с изобилием стрельбы, взрывов и боев. Джордан справляется с главной ролью, показывая свою физическую подготовку и эмоциональный настрой на персонажа. Он создает образ Келли как привлекательного и жесткого героя, который не следует правилам, но имеет чувство чести и справедливости. Однако фильм значительно отличается от сюжета романа, предпочитая более типовой сюжет, который не имеет тонкостей и сложностей, характерный для оригинального произведения Кленси. Злодеи банальны и плоские повороты сюжета. Очевидно, геополитика упрощена. Кинокартина снята в темных и неясных тонах, поэтому в некоторых сценах сложно вообще разобрать, что происходит. Без жалости – приличный боевик, демонстрирующий звездный потенциал Джордана, но не соответствующий ни источнику Кленси, ни его знаменитому персонажу. Поклонники книги могут быть разочарованными изменениями, а любители жанра найдут фильм вполне занимательным. Флэшбэк – ремейк бельгийского триллера «Память убийцы», снятый Мартином Кэмпбеллом. В главной роли Лиам Нисон, который играет Алекса Льюиса, профессионального убийцу, страдающего от болезни Альцгеймера. Когда он отказывается убивать девушку-свидетеля, он вступает в конфликт с опасной преступной группировкой, которая нанимала его ранее. Его также преследует агент ФБР Винсен Сэро, у которого свои причины поймать Алекса. Это довольно напряженный фильм, который затрагивает такие темы, как память, идентичность, вина и искупление. Нисон отлично справляется с ролью убийцы, который пытается вспомнить свое прошлое и осознать свои поступки, но не теряет при этом человечности и совести. Гай Пирс тоже хорош в роли решительного агента, который имеет личный счет с Алексом. В фильме порой кажется, что не хватает динамичных и кровавых экшен-сцен, а также неожиданных поворотов сюжета, характерных для картин с Нисоном. А вот кинематография и музыка создают темную и мрачную атмосферу, очень хорошо подходящую для сюжета. В общем, флэшбэк – это качественный боевик, который представляет собой интересную интерпретацию типичной формулы боевиков с Лемом. Это не шедевр и не инновация, но заслуживает внимания любителей жанра и актера. Заложница – динамичный боевик о том, как Брайан Милл, секс-агент ЦРУ, пускается в погоню, чтобы спасти свою дочь Ким из рук жестоких торговцев людьми в Париже. Ким и ее подругу Аманду похитили сразу после приезда в город, и у Брайана есть только 96 часов, чтобы найти их, пока они не исчезли без следа. Фильм поражает скоростью и напряжением, Алиэм Нисон блистает в роли решительного и смелого отца. Он использует свои знания и умения, чтобы выйти на след похитителей, пробиться через их ряды и столкнуться с их лидером. Фильм также раскрывает темную сторону торговли людьми и риски, которые подстерегают юных путешественников за рубежом. Естественно, он не лишен недочетов. Неправдоподобные ситуации, логические ошибки и клише, некоторые зрители могут найти сцены жестокости и издевательств слишком откровенными или тревожными, возможно, даже излишними. К тому же французская полиция в фильме выглядит скомпрометированной и неспособной вообще ни на что. Однако плюсы фильма перевешивают. Фильм является увлекательной и завершенной историей мщения с сильным эмоциональным подтекстом. Масул – это драматичный военный фильм, повествующий о группе иракских спецназовцев, борющихся с ИГИЛ за контроль над городом Масул. В центре сюжета – Новобрайан Скаве, который примыкает к элитной команде, возглавляемой майором Джосемом, храбрым и умным лидером. Они отправляются на рискованную миссию, в ходе которой придется столкнуться с засадами, снайперами, стычками. По дороге встречаются с гражданскими лицами, нуждающимися в защите, с жестокими противниками и ненадежными союзниками. Фильм, основанный на реальных событиях, показан полностью с позиции иракских солдат. В нем отражены отвага, самоотверженность и человеческое лицо этих людей, которые пытаются освободить свой город от терроризма. Также он затрагивает сложные политические и социальные аспекты происходящих в Ираке событий, в которых верность подвергается проверке, а доверие может стоить слишком дорого. В фильме убедительно захватывающей изображены боевые действия, погружающие зрителя в атмосферу хаоса. К тому же он положительно выделяется отличной актерской работой. «Масул» — это сильный и необычный военный фильм, который заслуживает просмотра всеми, кто интересуется Ближним Востоком и War Movie в целом. Фильм «Последний шанс» — это боевик, в котором команда морских котиков и агент ЦРУ пытаются остановить террористов. Особенность фильма в том, что он стилизован в виде одного длинного дубля, что придает боевым сценам больше реализма и напряжения. В нем сняли Скотт Аткинс в роли лейтенанта Блейка Харриса, командира группы морских котиков. Эшли Грин в роли Зои Андерсона — агента ЦРУ, знающего о террористическом заговоре. Райан Филлипс в роли Тома Шилдса — заместителя директора тюрьмы ЦРУ, где и разворачивается действие. Сюжет прост — Харрис Андерсон должны забрать с острова заключенного, имеющего важную информацию, но Шилдс не желает им помогать и вскоре остров атакуют вооруженные люди. Фильм не стремится к сложному или новаторскому сюжету — это старая, добрая перестрелка на полтора часа, безостановочное действие и насилие. Техника одного дубля хорошо реализована, создавая ощущение срочности событий и участия зрителя в происходящем. Фильм напоминает видеоигру в жанре шутера от первого лица, только с обратным движением камеры. Имеется и ряд недочетов — фильм низкобюджетный, сценарий полон клише и стереотипов, диалоги грубые и перегруженные экспозиции. Тем не менее, последний шанс имеет все шансы понравиться любителям боевиков, которые любят смотреть на стрельбу и взрывы, не слишком заботясь при этом о сюжете и персонажах. И это все на сегодня! Спасибо за просмотр! Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске! Пока!